Кисточка Все мы привлекли к тому, что в электронике используются сложные измерительные и паяльные приборы, различные внутрисхемные эмуляторы и программаторы. Но, тем не менее, нам не обойтись без таких очень-очень простых, но незаменимых помощников, как, например, вот эта кисточка. На первый взгляд может показаться, что это некоторая, какая-то непонятно с чего сделанная палочка, но это самая настоящая кисточка. Более того, это высокотехнологичная кисточка, выполненная из композиционных материалов. Эта кисточка сделана из очень тонкого стекловолокна, пропитанного полимерным связующим. Уникальность этой кисточки состоит в том, что мы можем придать ей любую форму, и потом эту форму изменить на следующую, и так практически до бесконечности, сколько нам хватит. Сейчас я покажу, как это делается. Чтобы сформировать нужную часть нам кисточки, мы просто подожгем ее. Полимерное связующее выгорает, а стеклянный наполнитель остается. После такой несложной процедуры кисточка становится очень мягкой и тонкой. Мы можем поджечь небольшой участок и получим тонкую кисточку для нанесения, например, флюса на электронные компоненты небольшого размера. Это очень удобно при пайке. Далее мы можем эту же кисточку использовать для нанесения, например, маркировки. Для этого сделаем ее чуть-чуть большего размера. Еще раз ее подожгем. Сформируем более большую кисточку. Также можно подрезать ее при помощи простых ножниц. И нанести, например, для маркировки цапон-лак. Сейчас я пометил микросхему, которая у нас была выпаяна. После этого мы можем эту кисточку использовать еще очень много раз. Даже если лак засохнет. Мы можем ее просто поджечь, сформировать новый конус и работать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!